здравствуйте дорогие друзья сегодня мы в селекционном питомнике агрофирмы аэлита и здесь проводится испытание новейших сортов и гибридов томатов перцев баклажанов вот посмотрите только какой великолепный набор мы вам здесь набрали и про все эти сорта и гибриды будет отдельный рассказ с нами профессор доктор сельскохозяйственных наук селекционер борис исаевич мамедов он знает про томаты все и вот такой великолепный сорт это снежный барс чем он так хорош вот такие кустики невысокие полностью они увешаны этими плодами естественно чтобы использовать потенциальные возможности сорта или гибрида необходимо знать агробиологические особенности этого сорта чтобы создать оптимальные условия и провести все необходимые агротехнические мероприятия вот снежный барс это крупноплодный ранний детерминатный сорт предназначен для выращивания в условиях открытого грунта северные полосы северных регионов россии так как сорт с пониженной теплотребовательностью дело в том что при выращивании томата в условиях открытого грунта или в условиях пленочных теплиц без отопления у нас не хватает температурных ресурсов чтобы вот растение сорт использовали полностью условия окружающей среды ведется селекция селекция на пониженная теплотребовательность селекция на раннюю спелость при этом сочетать крупноплодность и раннюю спелость это довольно таки сложно но тем не менее удается вот таким образом сочетать в сорте и раннюю спелость и крупноплодность и высокие вкусовые качества снежный барс как мы уже отметили это ранний спелый сорт и терминатный высота главного стебля если выращиваем в открытом грунте это обычно 45 50 сантиметров если выращиваем пленочных теплицах формируем растения и за счет дополнительного побега можем сделать растение полудетерминатной и таким образом высоту сделать метр метр двадцать иногда может быть чуть выше но это естественно дает нам дополнительный урожай при соблюдении всех агротехнических мероприятий полив подкормка густота стояния плоды вот нижнем ярусе мы можем видеть там отдельные плоды может быть 200 грамм опять же когда пишем мы пишем среднем отца плода со всего растения если все плоды собрать и делить на средние к их тогда мы выводим как раз тот цифру ту цифру который там бы обычно указывается в пакетике 120 150 грамм очень мясистые вкусные плоды вот поверьте просто на слову мы к сожалению как раз мы порежем посмотрим камеру еще не умеем передавать вкусовые особенности но великолепный сорт и для салатного можно для салатного для приготовления соусов кетчупов и так далее мы можем заметить до внутри плода ровно окрашивание равномерное красное больше половины плода это мякоть до сочные прямо видно плацента вокруг семян светло окрашенный это говорит о том что из этого сорта плодов этого сорта можно получить прекрасный красно красного цвета сок томатный и густой они жидкий как вода вот плоды довольно плотные так что прекрасно подходит для салата для приготовления вот нарезать дольками для приготовления сэндвичей там бутербродов пиццы и так далее так далее так что сорт такого вот универсального типа можно использовать во всех видах во всех видах плюс отличается очень высокой завязанности плодов мы можем заметить тут на каждом растении честь у этого сорта бывает обычно это простые где формируется 456 плодов и бывает промежуточного типа ну тогда разветвление вот тоже можем видеть вот кстати да 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 отличается вот например да вот мы можем посмотреть вот это промежуточного типа кисть до 10 плодов до 10 плодов формирует каждый кисть 545 плодов и обычно вот здесь у нас ну около килограмма полутора килограмм точно есть там да мы видим что дружное созревание почти в кисть полностью до 1 2 3 кисть почти созревать одновременно таким образом вот принципе вот такого размера плоды они очень плотные мы можем так заметить то есть для маринования даже под для маринования также подходит там да вот плоды держится вот уже довольно долго но при этом не теряет свои так скажем качество варные качества не растрескивается там сорт устойчив к вершинной гнили плодов томата мы видим то там нету ни одной плоды нету вершины гнили ну что ж замечательный сорт снежный барс вот подчеркивает название то что у нас с вами средний полоса и в северных регионах можно выращивать вот этот вот сорт за счет такого невысокого роста он быстро переходит плодоношение то есть созревание плодов это 95 около 100 суток естественно в зависимости от погодных условий чем лучше условия тем раньше начинает сорт созревать и плюс еще один момент вот рекомендуемая или там оптимальная схема посадки для такого сорта можно сажать 60 на 30 65 на 35 на 30 вот так и вы тогда вы вот при такой густоте и стояние растений естественно при уходе остальном там формирование растений подвязывание если выращиваем в открытом грунте например его подвязывать вообще не надо а в пленочной теплице чтобы создать кроме того чтобы получить максимальный урожай плюс создать условия чтобы не распространялись болезни и так далее там до воздуха обмен воздуха обмен тогда желательно конечно же подвязать подвязать и таким образом мы вот можем использовать дорогие друзья запоминать название снежный барс как раз подходит для наших холодных условий в этом году у нас очень был неудачный вот очень неудачно тем не менее кусты не болеют великолепная отдача прекрасный урожай и качество плода а